В начале было Слово, и Слово было у Бога. И Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него стало быть. Без Него ничего не могло быть то, что стало. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеком. И свет во мраке сияет, и мрак не может ее объять. Был один человек, посланный Богом именем Иоанн. Он пришел, дабы свидетельствовать, и свидетельство его было о свете, чтобы все поверили через Него. Он не был светом, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был истинный свет, который освещает каждого человека, идущего в свет. В мире был, и мир через Него стал быть. Но мир не познал Его. Пришел к Своим, и Свои же Его не приняли. А те, кто Его приняли, верующие в Его имя, дана возможность называться Божьими чадами. Ибо они рождены не от крови, не от желания плотского, не от желания мужского. Но они рождены от Бога. И Слово стало плотью, и пребывало между нами полная благодать и истины. И мы видели славу Его, славу единородного от Отца. И Он свидетельствовал о Нем, говоря, Он был то, о чем Я говорил. Идущий за Мной стал впереди Меня, потому что был раньше Меня. Иосиф же пришел в Вифлеем, город Давидов. А Вифлеем был полон народу, пришедшего отовсюду. Они же искали место для ночлега, но не нашли его. Вечером же они нашли один постоялый двор, где и остановились, потому что пришло время Марии родить. Но одна служанка, увидев, что Марии пришло время родить, разместила их в хлеву. И ты, Вифлеем, земля Иудина, никак не меньше всех иудинных городов, потому что в тебе родится тот, кто будет пасти мой народ Израиля. Где родился царь, чтобы я ему мог пойти поклониться? Музыка. 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 В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в Иудейской пустыне, говоря, «Покайтесь, поскольку приблизилось Царство Божие». И шло к нему большое множество народа и крестились от него в реке Иордан, исповедовав свои грехи. Иоанн Креститель говорит им, «По рождение Ехиднины, кто вас предупредил скрыться от идущего гнева? Приходит Иисус к нему». Иоанн Креститель, воспрепятствуя Ему, говорит, «Я должен креститься от тебя. Ну вот ты идешь ко мне». Иоанн был в пустыне сорок дней, искушаемый сатаной. Иоанн исцелил множество страдающих от разных болезней, изгоняя множество бесов, запретив бесам говорить о том, что Он есть Христос. И куда бы Он ни ходил, в сел или города, моляя Его докоснуться до краев одежды Его, в тот час получая исцеление. И по обычаю получая их. «Был один человек, обладанный злыми духами, который попивал себя камнями. Увидев Иисуса, говорит Ему, «Иисус, Сын Божий, не отправляй нас в бездну, позволь нам переместиться в стадо свиньи». Иисус, приближившись к нему, спрашивает, «Как тебе имя?» «Легион, потому что нас много». Приближалась Пасха, и пересвященники искали случая, как арестовать его. Тогда Иуда Искоревский пошел, чтобы предать его. И, собравшись вместе, Иисус сказал им, «Один из вас предаст Меня». Приходит Иуда и говорит, «Радуйся, Учитель!» Иуда, поцелуем ли предаешь Учителя? И приводят Иисуса в дом пересвященника. Пересвященник спрашивает Иисуса, «Ты сын Бога живого?» Иисус говорит ему, «Я». Один из учеников Иисуса именем Петр следовал за Ним, и, остановившись в дворе пересвященника, грелся в огне. Одна из служанок пересвященника, увидев Петра, говорит ему, «И ты был с Иисусом». Петр отвечает, «Не знаю, о чем ты говоришь. Нет, я с ним не был». Вот тут и другая служанка говорит ему, «Да, ты точно был с Ним». Многие, также узнавши Петра, говорят, «Да, ты из Галилеи, потому что речь твоя выдает тебя». Петр отвечал им, «Нет, я с ним не был». И тут пропел Петух. Тогда Петр, вспомнив слова Господа, горько заплакал.